На учёте каждый работодатель-должник. Какие меры предпринимают руководители организаций, чтобы сократить задолженность перед сотрудниками? Это одна из ключевых тем прошедшего сегодня заседания Межведомственной комиссии. Подводя итоги проверок, в Республиканской инспекции труда цифры не округляют. По данным ведомства, работодателя задолжали 42 миллиона рублей. Зарплату так и не получили 758 человек. Вместе с тем хочу сказать, что наибольший пик у нас был на 1 июня, по сравнению с 1 июня, который у нас является отправной точкой, где, как я уже и ранее отмечал, всеми органами исполнительной власти, правоохранительной системой проведены комплексные мероприятия. И в результате мы смогли снизить статистическую задолженность на 7,5 миллионов рублей. И спокойной жизни должникам не обещают. Работодателей не снимут с учёта, пока не будет погашен последний рубль. На контроле у членов межведомственной комиссии, заседания которой регулярно проводит и глава Республики, каждый работодатель-должник. Только с начала этого года правоохранительные органы провели более 250 проверок. Большинство руководителей предприятия штрафованы. Злостным неплательщикам грозят уголовные дела. Какие меры предпримут работодатели, чтобы погасить долги? Этот вопрос члены комиссии адресовали злостным неплательщикам. После нового года вся задолженность погашена. В размере 1,583,000. У собственника были торги, это и коактив. Были долги, они стали банкротом. К полутора миллионам рублей приблизилась и задолженность предприятия банкрота «Чувашский бройлер». Рассчитаться перед работниками планируют также после реализации имущества. Проведена оценка имущества на сумму 268,171,972 рубля. Торги мы можем начать только где-нибудь в марте. Председатель кабинета министров отметил, что руководителям предприятия необходимо решить вопрос пересмотра выплаты долгов. Сначала полный расчет перед работниками, а уже потом налоги. В арбитражном суде уже было одобрено заявление конкурсного управляющего «Чувашавтотранса». В приоритетном порядке все суммы, которые будут выручены от продажи имущества, направят на покошение задолженности по заработной плате. Поступление финансовых средств от продажи автостанции «Привокзальная», «Новосельская» и «Гагарина-20» в размере 109 миллионов 300 тысяч рублей. Их будет достаточно полностью вернуть все деньги, полученные из резервного фонда, полностью погасить задолженность по заработной плате на 100%. Поручение председателя Кабмина рассчитаться до конца года с сотрудниками «Чувашавтотранса». Иван Моторин отметил, что для этого у конкурсного управляющего все возможности есть. По автостанциям есть покупатели, с ними сейчас надо отрабатывать, чтобы они, как вот здесь было сказано, не ждали последней даты, там 5 или 9, когда на работу выходим, а перечислили до конца года и, соответственно, конкурсно выполнить свои обязанности. И, соответственно, доставить приятное работникам своих предприятий. На повестке дня и легализация теневой занятости в республике, благодаря совместной работе правоохранительных органов, выросла доля НДФЛ, поступающих в бюджет. Предпринимателей, оплачивающих труды сотрудников в конвертах, в регионе с каждым годом становится все меньше. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.